Уважаемые коллеги, сирийская операция показала возросшие возможности вооружённых сил России. В последние годы проведена огромная работа по укреплению армии и флота. Оснащённость вооружённых сил современным оружием возросла в 3,7 раза. На вооружение принято более 300 новых образцов военной техники. В состав стратегических ядерных сил поступило 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок, 3 ракетных подводных крейсера в стратегическом назначении «Борей». Перевооружены на новый ракетный комплекс «Ярс» 12 ракетных полков. Количество носителей высокоточного оружия большой дальности увеличилось более чем в 12 раз, а в высокоточных крылатых ракетах более чем в 30 раз. Значительно возросла мощь сил общего назначения, воздушно-космических сил и военно-морского флота. Всей стране и всему миру известно теперь название наших новейших самолетов, подводных лодок, систем ПВО, ракетных комплексов морского, воздушного и наземного базирования. Всё это новейшее высокотехнологичное оружие последнего времени. По периметру границ России, очень важно, создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. После развала СССР появились огромные дырки. Всё восстановлено. Сделан качественный рывок в развитии беспилотной авиации. Создан Национальный центр управления обороны Российской Федерации. Сформировано оперативное командование дальней морской зоны. Численность военнослужащих по контракту возросла в 2,4 раза. Укомплектованность вооружённых сил с 70% доведена до 95-100%. Ликвидирована многолетняя очередь на постоянное жильё. Срок его ожидания сокращён в 6 раз. Теперь о главном в этой части, в разделе «Оборона». Речь пойдёт о новейших системах российского стратегического оружия, создаваемых нами в ответ на односторонний выход Соединённых Штатов Америки из договора по противоракетной обороне и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ. Должен здесь сделать небольшой экскурс в недавнее прошлое. Ещё в 2000 году США поставили перед нами вопрос о выходе Соединённых Штатов из договора о противоракетной обороне. Россия была категорически против. Мы исходили из того, что советско-американский договор ОПРО от 1972 года являлся краеугольным камнем системы международной безопасности. Согласно этому договору, каждая из сторон имела право развернуть на своей территории только один район, защищавший её от ракетного нападения. В России такая система была развернута вокруг Москвы, в США – вокруг базы ракет наземного базирования «Грандфокс». Наряду с договором об ограничении стратегических ядерных наступательных вооружений, данное соглашение не только создавало определённую атмосферу доверия, но и гарантировало от бездумного, опасного для всего человечества применение одной из сторон ядерного оружия. Поскольку ограниченность систем противоракетной обороны делала потенциального агрессора уязвимым для ответного удара. Мы долго уговаривали американцев не разрушать договор ОПРО, не нарушать стратегического баланса. Всё тщетно. В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из этого договора. Но даже после этого мы ещё долго пытались наладить с ними конструктивный диалог. Предлагали для снятия озабоченности и сохранения атмосферы доверия наладить совместную работу в этой области. В какой-то момент мне показалось, что компромисс может быть найден. Но нет. Все наши предложения, именно все наши предложения были отклонены. Мы заявили тогда, что будем вынуждены для обеспечения своей собственной безопасности совершенствовать современный ударный комплекс. В ответ нам было сказано, что США создают систему глобальной ПРО не против вас, не против России, а вы делайте, что хотите. Будем исходить из того, что это не против нас, не против Соединённых Штатов. Откуда взялась такая позиция, в целом понятно. После развала СССР, Россия, которая в советское время называлась Советским Союзом, за границей её так и называли, Советская Россия, если говорить о наших национальных границах, утратила 23,8% территории, 48,5% населения, 41% валового общественного продукта, 39,4% промышленного потенциала. И обращаю внимание, почти половину, 44,6% военного потенциала в связи с разделом вооружённых сил СССР между бывшими союзными республиками. Техника в российской армии устаревала, сами вооружённые силы находились, прямо скажем, в плачевном состоянии. На Кавказе шла гражданская война, а на наших ведущих предприятиях по обогащению урана сидели американские инспектора. Вопрос одно время стоял даже не о том, можем ли мы развивать систему стратегического оружия. Некоторые задавались вопросом о том, в состоянии ли наша страна вообще безопасно содержать и обслуживать ядерное оружие, доставшееся нам после развала СССР. Россия была вся в долгах, без кредитов МВФ и Мирового банка экономика не работала, социальную сферу содержать было невозможно. Видимо, у наших партнёров сложилось устойчивое мнение, что возрождение экономики, промышленности, обороны промышленного комплекса и вооружённых сил нашей страны до уровня, обеспечивающего необходимый стратегический потенциал, в обозримой исторической перспективе невозможно. А если это так, то нет и никакого смысла считаться с мнением России, нужно идти дальше и добиваться окончательного одностороннего военного преимущества, а затем и диктовать свои условия во всех остальных областях. В принципе, такую позицию, такую логику, исходя из реалий того времени, можно понять – мы сами в этом виноваты. Но все эти годы, все 15 лет после выхода США из договора ПОПРО, мы настойчиво пытались вернуть американцев к серьёзному обсуждению достижения договорённостей в сфере стратегической стабильности. Кое-что удалось сделать. В 2010 году был подписан договор СНВ-3 между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Однако при реализации планов по строительству системы Глобальной ПРО, которая продолжается и сейчас, все договорённости в рамках СНВ-3 постепенно девальвируются. Потому что при сокращении носителей и боезарядов одновременно и бесконтрольно одной из сторон, а именно США, наращивается количество противоракет, улучшаются их качественные характеристики, создаются новые позиционные районы, что в конечном итоге, если мы ничего не будем делать, приведёт к полному обесценению российского ядерного потенциала. Ну, просто он будет весь перехватываться, вот и всё. Несмотря на наши многочисленные протесты и призывы, американская машина заработала, конвейер пошёл. Действует уже система ПРО на Аляске и в Калифорнии. Как результат расширения НАТО на восток появились два района ПРО в Восточной Европе, в Румынии он уже создан, в Польше завершается развертывание. Дальность используемых противоракет будет расти, планируется развернуть их в Японии и Южной Корее. В состав глобальной системы ПРО США входит и морская группировка. Это пять крейсеров и 30 эсминцев, насколько нам известно, развернутых в районах в непосредственной близости от территории России. Ничего здесь не преувеличиваю, работа и сегодня идёт полным ходом. А что же сделали мы, кроме протестов и предупреждений? Чем ответила на этот вызов Россия? Вот чем. Все эти годы после одностороннего выхода США из договора ПРО мы напряжённо работали над перспективной техникой и вооружениями. Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия. Напомню, что система глобальной ПРО США создаётся главным образом для борьбы с ракетами стратегического назначения, летящими по баллистической траектории. Это оружие составляет основу наших сил ядерного сдерживания, так же, как, впрочем, и других государств ядерного клуба. В этой связи в России разработаны и постоянно совершенствуются весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО, которыми оборудуются все наши межконтинентальные баллистические ракетные комплексы. Кроме того, мы приступили к разработке нового типа поколения, нового поколения ракет. В частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжёлой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат». Данный ракетный комплекс придёт на смену комплексу «Воевода», созданному ещё в Советском Союзе. Все и всегда признавали его высокую боевую мощь. Наши зарубежные коллеги, как вы знаете, присвоили ему даже весьма угрожающее наименование. Но возможности ракеты «Сармат» значительно выше. При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полёта, что затрудняет её перехват средствами ПРО. Дальность новой тяжёлой ракеты, количество и мощность боевых блоков больше, чем «Воеводы». «Сармат» будет оснащён широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодолениями ПРО. Высокие характеристики по защищённости пусковых установок и большие энергетические возможности обеспечат применение данного комплекса в любых условиях обстановки». Видео покажите, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok У новой системы ограничений по дальности практически нет. Как видно из видеоматериалов, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. Сармат – это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха. Но мы этим не ограничились. Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полёта при движении к цели. А значит, и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны. Дальше речь пойдёт именно о таком оружии. Перспективные системы вооружения России основаны на новейших, уникальных достижениях наших учёных, конструкторов, инженеров. Одно из них – создание малогабаритной, сверхмощной ядерной энергетической установки, которая размещается в корпусе крылатой ракеты типа нашей новейшей ракеты ХА-101 воздушного базирования или американского «Тамагавка», но при этом обеспечивает в десятки раз большую дальность полёта, которая является практически неограниченной. Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полёта и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО. Эти слова я произносу сегодня ещё не один раз. В конце 2017 года на центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полёта энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведённые пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения, стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащённой ядерной энергетической установкой. Видео, пожалуйста. Это обход рубежей обороны, показываем. Поскольку дальность неограниченная, она может как угодно долго маневрировать. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится. Но за это время наши ребята ещё что-нибудь придумают. Далее. Хорошо известно, что в мире активно проектируются и создаются беспилотные системы вооружения. Могу сказать, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине, я бы, знаете, я сказал, на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных надводных кораблей. Это просто фантастика. Они обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически невыязвимы для противника. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует. Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. В декабре 2017 года полностью завершён многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого автономного необитаемого аппарата. Ядерная установка имеет уникально малые габариты и при этом сверхвысокую энерговооружённость. При объёме в 100 раз меньше, чем у установок современных атомных подводных лодок, имеет большую мощность и в 200 раз меньшее время выхода на боевой режим, то есть на максимальную мощность. Результаты проведённых испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащённого ядерными боеприпасами большой мощностью. Видео, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, условные наименования этих двух новых видов стратегического оружия России. Крылаты ракеты глобальной дальности и беспилотного подводного аппарата пока не выбраны. Ждём предложений на сайтах Министерства обороны. Хорошо известно, что страна с высоким уровнем научного потенциала и передовыми технологиями, страны активно разрабатывают так называемое гиперзвуковое оружие. Сверхзвуковая скорость измеряется, как известно, махами в честь австрийского учёного Эрнста Маха, который занимался исследованиями в этой области. Один мах – 1062 километра на высоте в час, на высоте 11 километров. Одна скорость звука – один мах. От одного до пяти – сверхзвук, от пяти и больше – гиперзвук. Обладание таким оружием, безусловно, даёт серьёзные преимущества в сфере вооружённой борьбы. Его мощь, могущество, как говорят военные эксперты, могут быть огромными. А скорость делает неуязвимым для сегодняшних систем ПРО и ПВО, поскольку противоракеты, по-простому сказать, их просто не догоняют. В этой связи понятно, почему ведущие армии мира стремятся обладать таким идеальным на сегодняшний день оружием. Уважаемые друзья, у России такое оружие есть. Уже есть. Важнейшим этапом разработки современных систем вооружения стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, так же, как вы уже поняли, наверняка, не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены. И более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. Уникальные лётно-технические характеристики высокоскоростного самолёта-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающую скорость звука в 10 раз, ещё и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полёта, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более 2000 км ядерные и обычные боезаряды. Мы назвали эту систему «Кинжал». Видео, пожалуйста. «Кинжал» Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо Аплодисменты ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Думаю всем это понятно Но уверяю вас Все это есть в наличии И хорошо работает Более того Более того Более того Предприятия промышленности России Приступили к серийному производству Этой системы Этого Еще одного Нового вида Стратегического оружия России Мы назвали его Авангард Мы хорошо знаем И о том Что ряд государств Работает на создание Перспективного оружия На новых физических принципах Есть все основания Полагать Что и здесь мы На шаг впереди Во всяком случае Там где Нужнее всего Так существенные результаты Достигнуты в создании Лазерного оружия И это уже не просто Теория или проекты И даже Не просто Начало Производства С прошлого года В войска Уже поступают Боевые лазерные комплексы Не хочу в этой части Вдаваться в детали Просто пока Не время Но специалисты поймут Что наличие таких боевых комплексов Кратно расширяет Возможности России Именно кратно В сфере обеспечения Своей безопасности Посмотрите Видео небольшое Для тех кто интересуется военной техникой Также хотел бы Тех кто интересуется военной техникой Также хотел бы предложить Попросил бы Чтобы они предложили Название И этой Новой технике И этому новейшему комплексу Конечно Мы еще будем заниматься Доводкой Развитием Совершенствованием Наших новейших систем Оружия И разумеется Я сегодня сказал Далеко не обо всех наших Достижениях И перспективных разработках Но на сегодня Достаточно Особенно подчеркну Особо подчеркну Что созданные И создаваемые Образцы Нового стратегического оружия По сути Новых видов Стратегического оружия Это не задел Времен Советского Союза В ходе работы Мы конечно опирались На некоторые идеи Наших гениальных Предшественников Но все О чем я сегодня сказал Это новейшие Разработки Последних лет Это результат усилий Десятков Десятков Научных организаций Конструкторских бюро Институтов Над этим Тихо Скромно Без всякого Самолюбования С полной отдачей силы На протяжении многих лет Работали Тысячи Именно Тысячи Наших специалистов Замечательных ученых Конструкторов Инженеров Увлеченных своим делом Талантливых Рабочих Среди них Очень много Молодых людей Все они Так же как и наши Военнослужащие Которые Демонстрируют В боевых условиях Лучшее качество Российского воинства Все они И есть Настоящие герои Нашего времени Хочу сейчас Обратиться К каждому Из них И сказать Конечно Будут и премии И награды И почетные Звания Но я знаю Со многими Из вас Неоднократно Встречался Лично Что вы Работаете Не ради Наград Главное Надежно Обеспечить Безопасность Отечества И нашего Народа И как глава Российского государства От имени Народа России Сердечно Благодарю вас За труд И за его Результаты Они так Нужны Нашей Родине Сегодня В основе В основе Всех перспективных Военных Изработок Как я уже сказал Лежат Выдающиеся Достижения Которые Могут Должны И будут В свое Время Использоваться В высокотехнологичных Гражданских Отраслях Производства Но что Хочу Особо Отметить Такое Уникальное Сложнейшее Оружие Может Успешно Разрабатываться И производиться Только государством С высочайшим Уровнем Фундаментальной Науки И образования Мощной Исследовательской Технологической Промышленной Кадровой Базой И вы Видите Что Всеми Этими Ресурсами Россия Располагает Мы Мы будем Наращивать Этот потенциал Концентрировать Эти возможности На решении Тех масштабных Задач Которые стоят Перед страной В экономике В социальной Сфере В инфраструктуре И такое Уверенное Долгосрочное Развитие России Всегда Будет Надежно Защищено Повторю Каждая Из названных Систем Оружия Уникальна И важна Но Еще Более Значимо То Что Все Это Вместе Дает Возможность Специалистам Минобороны Генерального Штаба Создавать Перспективную Комплексную Систему Обороны Страны В которой Каждому Новейшему Инструменту Вооруженной Борьбы Отводится Своя роль Наряду С имеющимся И уже Стоящим На боевом Дежурстве Оружием Стратегического Назначения Которое Мы Также Постоянно Совершенствуем Россия Получает Такую Систему Обороны Которая Надежно Обеспечит Ее Безопасность На длительную Перспективу Конечно Еще Многое Предстоит Сделать В сфере Военного Строительства Но уже Сегодня Мы С полным Основанием Можем Заявить В России Создана Современная С учетом Огромности Нашей территории Компактная Высокотехнологичная Армия Сердцем Которой Является Преданной Своей Родине Готовый На любые Жертвы Ради Своего Народа Офицерский Корпус Техника Оружие Даже Самое Современное Рано или Поздно Появится В других Армиях Мира Это Нас Абсолютно Не волнует У нас Это Уже Есть И Будет Еще Лучше Главное В другом Таких Людей Таких Офицеров Как Наш Летчик Гвардией Майор Роман Филиппов У них Не Будет Никогда АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Надеюсь Что все Что было сказано Сегодня Отрезвит Любого Потенциального Агрессора А такие Недружественные Шаги По отношению К России Как Развертывание Системы ПРО Приближение Инфраструктуры НАТО К нашим Границам И тому Подобное С военной Точки Зрения Становятся Неэффективными С финансовой Неоправданно Затратными И в конечном Итоге Просто Бессмысленными Для тех Кто это Инициирует И делает Обо всем Обо всем Что было сказано Сегодня Мы так или иначе Должны были Проинформировать Наших партнеров В соответствии С принятыми На себя Ранее Международными Обязательствами В нужное время И в нужном объеме Специалисты МИДа И Минобороны Еще не раз Обсудят с ними Эти вопросы Если конечно Наши партнеры Этого захотят Со своей стороны Отмечу Что все работы По укреплению Обороноспособности России Проводились И проводятся Нами В рамках Действующих Соглашений В области Контроля Над вооружениями Ничего Мы не нарушаем Особо подчеркну Растущая Военная мощь России Никому не угрожает У нас Не было И нет планов Использования Этого потенциала В наступательных А тем более В агрессивных Целях Мы никому Не угрожаем Ни На кого Не собираемся Нападать Ничего Ни у кого Угрожая Оружиями Собираемся Отнять У нас У самих Все есть Наоборот Считаю Необходимо Подчеркнуть И это Очень важно Растущая Военная мощь России Это надежная Гарантия Мира На нашей планете Поскольку Эта мощь Сохраняет И будет Сохранять Стратегическое Равновесие И баланс Сил в мире Что Как известно Было И остается Одним из Важнейших Факторов Международной Безопасности После Второй Мировой Войны И до наших Дней А тем Кто на протяжении Последних 15 лет Старается Раздувать Гонку Вооружения Пытается Получить В отношении России Односторонние Преимущества Вводят Незаконные С международной Правовой Точки С точки зрения Ограничения Санкции С целью Сдержать Развитие Нашей Страны В том числе В военной Области Скажу Все Все то Чему вы Пытались Помешать Воспрепятствовать Проводя Такую Политику Уже Свершилось Сдержать Россию Не Удалось Теперь Нужно Осознать Эту Реальность Убедиться В том Что Все Что Много Было Сегодня Сказано Это Не Блеф А Это Не Блеф Поверьте Подумать Отправить На заслуженный Отдых Тех Кто Живет Прошлым И Не В Состояние Заглянуть В Будущее Прекратить Раскачивать Лодку В Которую Мы Все Находимся И Которая Называется Планета Земля В Этой Связи Хотел Бы Здесь Отметить Еще Одно Обстоятельство Большую Озабоченность Вызывают И некоторые Положения Обновленного Обзора Ядерной Стратегии США В Котором Расширяются Возможности Снижения И снижается Порог Применения Ядерного Оружия И Клуарно Можно Кого угодно И как угодно Успокаивать Но мы Читаем То Что Написано А Написано Так Что Она Может Быть Пущена В Ход В Ответ На Удар Обычными Вооружениями Или Даже На Киберу Угрозу Отмечу В нашей Военной Доктрине Россия Оставляет За собой Право Использовать Ядерное Оружие Только В ответ На Применение Против Нее Или Ее Союзников Ядерных И других Видов Оружия Массового Поражения Или В Случа Агрессия Против Нас С Применением Обычного Вооружения Когда Под Угрозу Поставлено Само Существование Государства Все Очень Четко Ясно Конкретно В Этой Связи Считаю Своим Долгом Заявить Следующее Любое Применение Ядерного Оружия Против России Или Ее Союзников Малой Средней Да Какой Угодно Мощности Мы Будем Рассматривать Как Ядерное Нападение На Нашу Страну Ответ Будет Мгновенным И Со Всеми Вытекающими Последствиями АПЛОДИСМЕНТЫ Ни у кого На этот счет Не должно Быть Никаких Сомнений Не нужно Создавать Для мира Новых Угроз А нужно Наоборот Садиться За стол Переговоров И вместе Думать Над Обновленной Перспективной Системой Международной Безопасности И устойчивого Развития Цивилизации Мы Всегда Вам Об этом Говорили Все эти Предложения Остаются В силе Россия К этому Готова Наша Политика Никогда Не будет Основываться На претензиях На Исключительность Мы Защищаем Свои Интересы И уважаем Интересы Других Стран Руководствуемся Международным Правом Считаем Незъяблемой Ключевой Роль ООН Именно Такие Принципы И подходы Позволяют Нам Выстраивать Прочные Добрые И равноправные Отношения С абсолютным Большинством Государств Мира Мы Заинтересованы В нормальном Конструктивном Взаимодействии С США И Евросоюзом Рассчитываем Что Возобладает Здравый Смысл И наши Партнеры Сделают Выбор В пользу Честного Равноправного Сотрудничества Даже Если Наши Позиции В чем-то Не совпадают Все равно Мы Остаемся Партнерами Потому Что Нам Вместе Отвечать За Сложнейшие Вызовы Обеспечивать Всеобщую Безопасность Строить Будущее Мира Который Становится Все более Взаимосвязанным Где Активно Набирают Динамику Интеграционные Процессы Вместе С партнерами По Евразийскому Экономическому Союзу Намерены Сделать Его Глобально Конкурентным Интеграционным Объединением На повестке Дня Создание В Евразии Общего Рынка Электроэнергии Нефти Нефтепродуктов И газа Гармонизация Финансовых Рынков Работа Таможенных Служб Продолжим Работать И над Проектом По созданию Большого Евразийского Партнерства Уважаемые Коллеги Весь мир Проходит Сейчас Через Переломный Период И лидером Станет Тот Кто готов И способен К изменениям Тот Кто действует Идет Вперед Такую Волю Наша страна Наш народ Проявляли На всех Определяющих Исторических Этапах Нашего Развития За последние Безмалого 30 лет Мы добились Таких Перемен Для которых Другим Государствам Понадобились Столетия Шли Идем И будем Идти Своим Уверенным Курсом Были И будем Вместе Наша Сплоченность Наша Сплоченность Самая Прочная Основа Для дальнейшего Развития В предстоящие Годы Нам надо Еще Больше Укрепить Своё Единство Чтобы Мы работали Как одна Команда Которая Понимает Что перемены Необходимы И готова Отдавать Свои силы Знания Опыт Талант Для достижения Общих Целей Вызовы Большие Задачи Наполняют Особым Смыслом Нашу Жизнь Нам Надо Быть Смелыми В замыслах В делах В поступках Брать На себя Инициативу Ответственность Становиться Сильнее А значит Проносить Пользу Своей Семье Детям Всей Стране Менять Мир Жизнь Страны К лучшему Создавать Россию О которой Мы вместе Мечтаем И тогда Предстоящие Десятилетия Весь 21 Век Безусловно Станут Временем Наших Ярких Побед Нашего Общего Успеха Я верю Так и будет Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Десятилетия Спасибо большое Спасибо Спасибо Аплодисменты